В ученые Национальной Академии наук Беларуси проводят доследование природной разностаенности республиканского биологического заказника Днепр-Сорске. Зараз тут наличивается 140 видов птушек, коля 660 рослин и 160 мотыльков. Разом с этим ни навуковцы, ни сами работники заказника не выключают махчимости, что это не кончатковые личбы. Практично что год тут выявляют новые виды флоры и фауны. Наши корреспонденты поцикавилися попередними выниками экспедиции. На 15 тысячах гектарах соправдная природная энциклопедия Беларуси. Для навуковцев это литерально невычерпная краница для доследований. Коля двух годов тому в Днепр-Сорске заказник проезжали в ученые из Великобритании и Венгры. Вельми хотели убачить представников фауны, которые в Европе лежатся надзвыдшими редкими. До дома вернулись задоволенными. Они приезжали посмотреть, как нашу пеструшку Сафа, знаменитую, такую недавно обнаруженную. И заодно хотели увидеть мермедону. Это ракетниковая желтушка. Популяция была тогда очень-очень большая, очень-очень большой лёд, и поэтому они такие были очень в восторге, потому что в Европе её почти нет уже, мермедона. В ученые национальной академии навук у Днепр-Сорский заказник всё лето приехали у другий раз. Программа работы вельми насыщенная. Необходно не только попробовать найти новые виды мотыльков, но и поставить пастки на жуков, которые теоретично могут находиться на территории заказника. Господарская деятельность человека провела до изменения популяции и тё вогули изнишения некоторых видов флоры и фауны. Но территории, которые находятся под особой Аховой, это, конечно, не тычется. Выжигание дубов пасечниками для борьбы с шершнями, то есть такой вот метод не приветствуется, потому что если мы возьмём большой дуб, у него есть сухобочина, там вводится около 10 или 15 вот этих вот краснокнижных видов, и когда гнездо шершня выжигается вместе с этим дубом, все эти виды, естественно, исчезают. Створение новых популяций тех же жуков, которые неколи были достаточно широко распространены на территории Беларуси, это род основных задач науковых экспедиций. На наступном тыдне специалисты Науково-практичного центра Национальной академии наук мают намер створить у Рогачовском районе два новые ареалы восковых пустельников. Под час работы у Днепросторском заказнику в природной ассародзе выпускается популяция великого дубового усача. На территории Беларуси вядомы только несколько мест его распространения. Это первая попытка создания новой популяции, большого дубового усача, глобально угрожаемого вида, попытка создать новую популяцию на территории Беларуси. Большими преградами являются те же крупные реки, да, возможно, и мелкие реки. Поэтому вид очень локален. В настоящее время известно только несколько точек этого вида в Беларуси. Столинский район, Лельчицкий район, в нацпарке Припятский. Неде праздесять дзен в ученые национальной академии навук мают намер проехать у Днепросторский заказник «ЗНОУ». Якие знаходки могут быть зроблены тады, нель ганават уявить. Во уселяким разе выники работы г этой экспедиции дозволяют сказать, что природная разностайность Беларуси больше значная, чем мерковалась раней. Буквально вчера найден один вид бабочки, которая в красной книге. Это медведица-хозяйка. И один вид, который вообще не занесен в нашу красную книгу, то есть он не регистрировался на территории Беларуси. Он вот тоже найден. Ну, этому надо еще дать подтверждение. Но так как это говорит очень уважаемый, очень такой человек, который знает, я абсолютно этому верю. Олег Синцюров, Миколай Скинсиян, Валера Гапанько, телерадиокампания «Гобель» с Днепросторского биологичного заказника.